Всем привет, вы на канале CryptoCommons, быстренький апдейт по ситуации на рынке. Биткоин продолжает у нас штурмовать 31 тысячу долларов, как мы с вами видим, и пока делает это успешно. Чего не скажешь о биткоин кэше. Биткоин кэш собирается походу все-таки падать. Посмотрите, буквально вот он держится на волоске уже. Он уже не удержал вот эту вот трендовую локальную, и сейчас вот эта вот вторая я начертил по, опять же, по вот этим же низам. Но по сути уже все, как бы мы пробили эту трендовую. Вот есть сопротивление нисходящее явное, которое мы пока не пробили. Ну и есть, конечно же, общая перегретость. Если мы отдаляемся на часовик, то мы видим, что ну нифига себе уже, господа, как бы, господа и дамы, кстати, да? Напишите в комментариях, смотрят ли нас дамы. Вот, господа и дамы, уже 3,5 икса. Локально-то хорош, может быть, хотя мы знаем, что это крипта, и это может быть еще там 10 иксов. Поэтому, как вы можете видеть, у меня стоят заявки на набор шортов вплоть до 600 долларов. Я думаю, что сейчас весь рынок все-таки пойдет наверх, и биткоин трэш тоже может там сквизануть, но потом прострельнуть еще, чтобы ликвиднуть тех, кто вот здесь набрал шорты, тех, кто здесь продал, чтобы у них потом было фома купить вот здесь, либо их принудительно закрыло вот здесь покупками, если они шортят. Поэтому я пока, если честно, шорчу всего один контракт и расставил вот заявки, как вы можете видеть, от 350 до 600. Не факт, что добьет сейчас туда. Тем не менее, да, если мы пробьем сейчас, очевидно, пробьем вот эту трендовую, да, то есть что-нибудь такое сделаем, потом какой-нибудь ретест, то я там, скорее всего, войду в шорт уже по 280, если дадут. Это что касается биткоин кэша. Что касается остальных монет, я думаю, что лонг, ребята, в приоритете. Биткоин лонг, эфир лонг, что тут еще, лайткоин лонг, конечно же, мана, XRP, XRP лонг. Это то, что у меня на Bybit открыто, на BitGate тоже лайткоин лонг, Chainlink лонг. На Bitflex Bitcoin лонг, соответственно, который вообще, я думаю, будет долгосрочный, я не хочу его закрывать, посмотрим какое-то время. Несмотря на то, что фандинг дикий, на самом деле, фандинг жирает много сейчас, поэтому буду открывать здесь хеджевые шорты. На Bitflex, кстати, никаких проблем с KYC, в смысле, не требуется делать KYC, никакие паспорты грузить, сканы и так далее. И также никаких ограниченных территорий, то есть, можете торговать из любой стороны мира, откуда угодно. Прекрасная биржа, вот там сейчас тоже держу лонг по биткоину. Ну и на Femex, я напоминаю вам, что 0% займа в кросс-марже, это просто бомба. Вот я собираю кросс-портфель сейчас. Я закинул сюда еще 100 лайткоинов, еще Atom, купил еще Trona. Короче, накапливаю такой альткоин-портфель, Polkadot, Litecoin, эфирклассик, Atom Audio, Uniswap, Chainlink, Dash. Накапливаю пока к доллару, но самый шаг, что здесь можно сделать будет, чуваки, это перевести потом долг из доллара под 0% в BNB. То есть, это будет просто вышка, посмотрите, 0% займ BNB уже сейчас можно занять. Но сейчас, я думаю, что рано. Для чего это можно сделать, смотрите. Ну, те, кто меня смотрит, конечно, уже в курсе. А если вы зашли недавно, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать следующее видео. И тогда для вас расскажу. Бинанс к биткоину, BNB, да и в принципе к доллару, все еще очень сильно перегрет. Это моя теория, дисклеймер, не финансовый совет. Это мой взгляд на вещи, и пока, как мы видим, он падает. Я это говорил еще с самых хаев. Вот он падает, и я думаю, что он продолжит падать в долгую. Это не значит, что мы сейчас не увидим отскок. Я сам жду этот отскок, чтобы зайти туда побольше в шорт. И я думаю, что бинанс надо шортить, потому что он реально очень сильно перегретый. И на Femex мы можем это делать реально под 0%, занимая BNB, продавая BNB за USDT и покупая на этот USDT уже все, что вы хотите. Если вы хотите шортить его к чему-то другому, например, к биткоину, или к лайткоину, или к дэшу, или к риплу. Вы реально можете в два хода занять BNB. Но давайте покажу, чтобы понимали, о чем речь просто. Я могу занять 1 BNB под 0%. Вот, я это сделал. Да, это не фьючерсы, не контракт трейдинг. Это spot margin trading 5x. Это то, где вы можете накапливать портфель. То есть вы можете одалживать USDT, одалживать BNB, одалживать любую крипту с целью ее продать и купить другую. И это очень круто. Как никогда круто делать сейчас, когда мы находимся глобально, ребят, на дне рынка, ну определенной. Нам еще есть куда расти. Накапливать altcoin портфель или биткоин портфель, как вы хотите. В кросс-марджине. И не трогать его. Вот мы заняли 1 BNB. Теперь что мы можем сделать, чтобы его зашортить? Мы его продаем. Я сейчас на этом трейде потеряю, конечно, долларов 100, если он отскочит. Ну я потом обратно все сделаю. Короче, мы берем этот BNB в режиме кросс 5x, продаем прям по рынку. И получаем за это 247 долларов. И теперь на эти 247 долларов мы можем уже пойти и купить любой альты. Я не знаю там какой. Например, трона дешевого. Относительно, конечно, дешевого. По 0,0, 7,7,7. 777 микроцентов. Берем и покупаем трон. И вот таким образом мы сейчас залонговали трон к BNB. Понимаете? Или зашортили BNB к трону. Вот что мы сделали. Вот такие штуки можно сейчас ворочать на бирже Femex. Нулевой абсолютно комиссии. Ссылка на бирже Femex находится в описании. Ребята, не упустите эту возможность. Это просто бомбище. Теперь вернемся к биткоину. На TRDR все чисто. По формациям, смотрите, мы выходим из этого некого флага или канала, как хотите, называйте. Мы выходим из него наверх, похоже. Что? Но, конечно, здесь не идеальная форма. Но прямо сейчас мы видим пробитие 31.200, когда я это записываю. В тот момент, когда вы это смотрите, уже будет другая цена, наверное. Напишите, какая цена в комментариях. И самое главное, напишите ваши ожидания. Куда вы ждете рынок до конца этого года? Сейчас локально все выглядит так, что мы идем куда-то вот туда. Тысяч на 34.36. Я об этом говорил еще давно. И я придерживаюсь этого сценария. Вот прямо сейчас мы биткоин пробивает предыдущее локальное сопротивление в 31.000, ребят. Задержится ли он там? Это большой вопрос. Если памп усилится на шортсквизах, мы можем и на тысяч на 40 прошить. И на мой взгляд, вот это все уже зона будет до набора хеджевых шортов. Если мы сейчас увидим биткоин по 35-40, я буду набирать хеджевые шорты, ребята, и ехать вниз. А пока только хеджевый шорт биткоин кэш на битгете. И то не сейчас, а после небольшого отскока, я думаю, может быть наверх. И потом будем тоже ехать вниз. Только для того, чтобы не терпеть убытки по лонгам, если все в моменте будет корректироваться. Так, конечно же, мы понимаем, что очень многие альты все еще перепроданы, в отличие от биткоин трэша. И накапливаем их. Так что всем профитроли, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Большой респект всем новым подписчикам канала. В телегу не забудьте тоже проверить, подписаны ли вы к нам. Только не в скамерскую, а в настоящую. Ссылка на которую есть в описании. И по эфиру еще скажу, ребята, по эфиру, что посмотрите-ка. Эфир-то сейчас походу как? Пойдет шортистов наказывать? Как пойдет? Эфир сейчас, если начнет пампить, чуваки, то там 2600 вообще как бы. Три, куда-то туда. Вот что будет. А эфир-классик в таком случае просто в космос улетит. Потому что, блин, понимаете? Посмотрите, у него есть нисходящее сопротивление. Примерно вот такое в виде дуги. Соответственно, когда он пробьет долларов 28... 30... Блин... Ладно, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Всем Туза Муна, Профитроли. И до следующей встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова